Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 458. Прочитайте арифметические примеры, спешите, заменяя цифры словами, обозначьте окончания числительных и их падеж. В каких числительных мягкий знак обозначает мягкость предшествующего согласного, а в каких является разделительным. 1. К 11. К чему? Дательный падеж окончания «и» прибавить, что? 7. Окончание нулевое, падеж винительный. От 18. От чего? Падеж родительный, окончание «и» отнять, что? 12. Окончание нулевое, винительный, падеж. Из чего? Из 18. Окончание «и» падеж родительный. Вычесть 6. Вычесть что? 6. Винительный падеж нулевое, окончание. К чему? К 17. Дательный падеж. Прибавить, что? 3. Винительный падеж окончания «и». С 9. С чем? Творительный падеж окончания «ю». Сложить что? 10. Нулевое, окончание. Винительный падеж. С 8. С чем? Творительный падеж окончания «ю». Сложить 12. Сложить что? 12. Нулевое, окончание. Винительный падеж. От чего? От 19. Родительный падеж окончания «и». Отнять что? 5. Винительный падеж нулевое, окончание. К чему? К 16. Дательный падеж окончания «и». Прибавить что? 11. Винительный падеж нулевое, окончание. С 5. С чем? Творительный падеж. Сложить что? 4. Винительный падеж окончания «е». Сколько? Раз 13. Что? 13. Винительный падеж нулевое, окончание. Содержится в чем? В тридцати девяти падеж предложенный, окончание в тридцати и девяти и. В словах «с девятью», «с восьмью», «с пятью» мягкий знак является разделительным. В остальных случаях мягкий знак обозначает мягкость предшествующего согласного. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Есть предложения или пожелания? Оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.